здравствуйте друзья мы стоим у перекрестка пересекающая улица называется page mill она очень живописная и вот мы сейчас повернем налево и поедем в сторону хайвея номер 280 я просто хотел вам показать такое живописное место мы когда первый раз это увидели у нас были такие ассоциации с голландской живописью там 17 века 18 века вот смотрите как красиво тут и здесь не разрешает я уже говорила об этом предыдущих видео что строить ничего здесь не разрешает на зато пасутся кони коровки где-то коровы на основном лошади массоваться и это конечно безумно красиво породистые лошаки такие на этих полях дивных которые красиво невероятно просто и просторы горы вдалеке до травка желтенькая тоже полива нет а в то же время такие зеленые тут деревья кусты и в тумане горы видны на общем место невероятно очень очень симпатично тут и пальмы не просто создана и красиво в любое время года это одно из таких наиболее ценных с точки зрения вот земли недвижимости мест в кремниевой долине дорогих мест это в непосредственной близости от стэнфордского университета смотрим что тут и топорчик нам зеленый когда повернем на хайвей будут видны как раз лошади но свет не то чтобы у нас люди коней немного послушается это зрелище не столько вот посмотреть как и сколько посмотреть вообще посмотрите сейчас открывается на повороте там уже домики жилые стоят справа на холмах таки он впереди просматривается хайвей просто красиво а вот те горы что впереди вот туда задними уже будет тихий океан так чтобы на хайвей тоже вырулим посмотрим как там хайвей если же это будет направо да ты знаешь мне такое ощущение что с ножка подслепляет солнышко камеру вправо легко пасущихся лошадок да вот обратите внимание там впереди тоже желтая травка и тоже вот эти деревья торчат это все как бы один пятачок довольно большой я думаю что им владеть можно только из благотворительных целей тоже денег она стоит прибыли никакой не дает только налоги платим нет нет это какие-то большие фонды держит из благотворительных целей без права застройки когда эта земля продается она продается без права они все застройки совсем нет травы это уже солома а не трава да ну косить ее нужно то есть тут какие-то деньги тут ходят трактор очки да ну друзья бедные не покупают такого да ну вот длинная красота это вот здесь мы живем с такой красоте не вероятный вообще да сока солнечно красиво хорошо вот когда зима и дождики бывают вот тогда все зеленое а сейчас вот такое интересное сочетание желтенького а посередине поймешь откуда зелененькая она просто корешками из почвы берет влагу ведь стал беги на холмах какой-то город я так с трудом соображаю чтобы там был такой на холмах ну в общем вот так а может быть плохо видно сейчас немножко туманчик такой легкий видно что красиво видно что красиво ну что выезжаем на за поворот и наверное можно будет остановить съемку то есть не то чтобы там дальше не было красиво но сколько ж можно красоты в один присест а вот мы сколько мы тут уже 26 20 почти 26 лет живем и надо сказать что каждый раз когда едем дыхание захватывает дух не надоело ли вам не на все это смотрел на это можно смотреть бесконечно каждый раз подъем такой на душе да я могу это сравнить знаете с чем неожиданная может быть такая ассоциация когда я был помоложе существенно вот и жили бы в москве то есть там на красной площади было в общем недалеко и вот когда выходишь на красную площадь такой весь из себя подросток там студентом но нет но с галстуком это уж чересчур вот и как 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 какая-то там энергетика такая была знаешь подъема такого кремль там от мавзолей часовые елочки такие хорошие вот это действительно энергетика места какого-то да но вот мы вчера разговаривали со знакомой так погромче говори например настроение человека перед новым годом да вот каждый год совершенно независимо где ты находишься почему последний месяц весь декабрь считай перед новым годом очень приподнятое настроение все что-то мне кажется что это какая-то знаешь как бы спровоцированная эта энергетика времени и грегор такой светлый и грегор временной они не не дает сезон сезон и грегор сезона почему вот смотри можно старые стали а все время такие какие-то воспоминания детства да какой-то такой теплый хороший праздник такой праздник что воспоминание детства и дед мороз уже здесь очаровательно тоже смотришь вот просто думаешь каждый год под новый год очень какие-то особые впечатления ожидания чего-то хорошего там ну я думаю что это вот энергетическое состояние они просто ну хорошо вот у нас тут это как бы функция места вот мы по этому месту когда едем то всегда такое настроение почти праздничное может быть зависит от солнышка может быть зависит от того если какие-то заботы там в голове тоже может быть едешь не замечаешь вот а так вот вроде едешь и заботы уходит куда ты просто радуешься так красиво пол все тут мы думали друзья не будем больше красоту снимать а то но как удержаться как вот такая вот серпантинная мечта там еще слева ну вот я не знаю будет видно или не очень там об этом краюшек видно голубенькое такое это водохранилище вот это водохранилище там хорошее место погулять там вдоль него есть тропа и туда люди приезжают оставляют автомобильчик свой и давай чесать по этой тропе мы раньше тоже туда ездили потом что-то перестали я не помню что перестали там жарко вообще-то ну если воде там не пускает естественно нет воде не подойдет воду как пить его там защищено там колючая проволока идет и чтобы люди туда к воде не спускались но там есть тропа там и гуляют и на велосипедах и на досках и там я не знаю о чем но в общем да к воде подойти нельзя очень красиво живописного смотрите сейчас будет немножко вот слева такой кусочек виден да там очень мило край родной набег любимый да как песня вот где найдешь еще такой не берез березки бывают рябины здесь что-то да да причем они немножко другие они тут растут в виде я кстати очень хотела посадить рябину просто не могу узнать как она называется на сварьев стоит потому что и растут буквально наши улицы и рябина ничем мне интересно что когда осень наступает у них водоцветие красные интерес кристике чистит да 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 я родки совсем другие ягодки мелкие такие птицы склевывают они мелкие их очень много я как-то вот не обращал на ревину внимания ну хорошо посмотрели на красоту и едем себе дальше а вот тут у нас друзья совсем другая красота открывается это уже красота индустриальная да тут справа сейчас мы глянем может вам видно будет застройка большая нет плохо видно это может городу поддержать там справа у нас фактически сан-франциско саус сан-франциско он так как бы переходит в сан-франциско так я думаю сейчас проедем подъем и там дальше что-то будет видно более вдохновляюще аэропорт недалеко самолетик вот летит ну ка смотрим ну да здесь и поскольку приближающие города здесь асфальт на дороге более покой или бетон что-то мне более подбитое такое более шероховатое шумит больше это кладбище справа да военные причем военные там очень много захоронений моряки погибшие во время второй мировой войны вот без конца крайней вот так да я на самом деле люблю снимать когда въезжаешь в город особенно по 101 хайвей там такой даунтаун сразу красивый большой бабах так открывается вот а 280 хайвей другой он въезжает со стороны в город со стороны океана почти не прям океан океан но рядышком вот и он такой менее индустриальный тут все такое спокойненько для людей это реклама для людей да здесь на самом деле вот если влево там вправо сходить временами там хорошие большие шопинг-моллы такие плаза целые большие там где много-много всего ну потому что люди живут им надо ходить в магазины да я как-то разговаривал у нас випи был в инженерии в компании кензингтон когда я работал и он поехал в Нью-Йорк и его там уговаривали перейти в Нью-Йоркское отделение и он специально поехал там поговорить посмотреть и вроде все и в итоге решил не переезжать и я ему говорю а чем вызвано вот это решение там ему хорошие предлагали условия он говорит ты понимаешь когда возвращался ну на самолете из Нью-Йорка он летел и да справа тут картинка хорошая но нам не видно на камеру и он говорит ты знаешь вышел я в аэропорту сел в машину и поехал и я смотрю тут просто из аэропорта едешь говорит он и гораздо красивее чем вот там по городу ну может его просто субъективно роднее тут было и все он говорит не поеду я никуда так вот и остался да трудно менять Калифорнию на Нью-Йорк все таки это очень большая разница в климате в ритме жизни там конечно все но кому то нужен вот тот ритм жизни то есть Нью-Йорк тоже место очень магнетическое и при всем при том что это конечно большой город и там есть свои трудности с этим связаны есть масса народу которые большие фанаты и поэты воспевающие Нью-Йорк там есть много такого чего в другом месте не найти да давайте тут сейчас целая серия таких мостов через хайвей тут много вообще развязок в городе таких и хайвеев тоже не один вот сейчас мы выйдем из-под последнего и посмотрим может нам что-нибудь удастся разглядеть хотя ты знаешь что это вот я когда снимал въезд и выезд из Сан-Франциско со 101-го пару дней назад мне ребята там говорят некоторые а ничего красивого в Сан-Франциско не знаешь по даунтауну мы едем там здания старые и так далее они говорят ничего красивого нет ну ква ну ква да да отсюда тоже кроме хайвея я бы не сказал что что-то видно хорошо видно когда холмы когда горы когда на них что-то такое стоит а когда на ровном месте то конечно не так вдохновляет хотя и дорога сам себе красивая тоже приятно дорого по желтел прямо как пыльцой посыпали какая-то ржавенькая стала и шумно здесь ты понимаешь вот какое-то покрытие шутка иногда едешь тихо-тихо вот сейчас тихо это новый асфальт может не знаю что там сейчас шуршать будет вот сейчас будет чуть-чуть камера и когда 280 хайвей а вот слева тоже очень интересные дома они чуть не давние конца сороковых застройки а похоже на советские такие современные современные до ноги многоэтажки так вот она против да а вот на против типичная такая сан-франциско архитектурка хотя вот это вот улица называется 19 авеню тут их много-много разных авеню но вот это 19 и хайвей 280 и он когда в город попадает становится мы делали 9 какой-то ощущение настоящего города какой-то игрушки справа какие-то такие фонюрные фонюрные очень смешные хорошо раскрашены не на видно их не видно когда экономика хорошая эти дома красятся когда экономика плохая люди деньги экономят их не красят вид у них совершенно задрипанной за трапезный я бы сказал приближается к ужасному когда мы приехали только в сша был как раз была рецессия вот первые лет пять что мы тут жили значит никто ничего не красил и конечно смотреть на это было очень тяжело да да есть ободранные сейчас даже в хорошие времена друзья некоторые жалеют деньги на покраску это тоже плохо ну да более того всякое время которое для одного человека хорошая для другого может быть не очень такая вот диалектика странно тучи нету смотри сейчас рано еще тучи нету тучи нету вы есть туман дымка 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 самая ясная погода здесь это зимой лето как раз вот облачная туманная как марк твен говорил худшая зима в моей жизни это лето сан-франциско а вот друзья мы езжаем в парк в городе сан-франциско называется голденгейт парк когда-то его построили чтобы отделить город от песка который ветер нес с той стороны откуда мы подъезжаем и сейчас это такая достопримечательность городская очень интересный такой парк там внутри музеи разные там японский садик такой садик секой там цветы и выставки масса в фестивале культурных мероприятий это вообще такое ну хоблес и бездомные естественно тут лучше все тут все тут он довольно таки бачон он достаточно узкий и очень 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 длинный непропорционально это это на самом деле была какая-то леса полоса леса полоса для защиты города но так уже со временем превратилась в такой вот культурное такое место место как говорили излюбленные места отдыха трудящихся мы едем по парку ним есть дорожки которые могут машины проехать и очень ну конечно пешеход на всяких тут целая сеть можно сказать дорог но мы в данном случае просто едем вот мы с той 19 улице где мы были а вот представьте себе что они нумерованные в сторону океана вот мы сейчас едем примерно в ту сторону растет номерация и мы выскочим из парка заехав на 19 улице мы выскочим на 25 до так что так вот интересно как по городской улице можно сказать проезжаем а вот и город пожалуйста вот он город улица фултон называется да и вот мы когда сейчас несмотря на грузовичок впереди будем по улице фултон туда перри перри будем пересекать улицу фултон увидеть там некоторую красоту потому что с той стороны если так прямо прямо ехать мы приедем практически на на мост знаменитый мост голден гейт да и у парк называется голден гейт тут все на свете голден гейт и в переводе до на русский язык и вот город очень холмистый сам по себе и вот мы сейчас с вами это немножко испытаем вот сначала вы так пойдем немножко вверх вниз вниз я извиняюсь немножко я уже вперед смотрю вот мы значит сейчас пойдем немножко вниз а потом поднимемся немножко вверх и вот когда выводим сверху опять спускаться вниз а это неизбежно друзья это неизбежно вы увидите очень красивое место вспоминается жванецкий вот с этой фразой что больше всего хочется когда лезешь вверх плюнуть вниз вот мы не будем ничего такого делать мы люди хорошие вот позитивные сейчас мы поднимемся наверх на улицу борьба герцог такой был борьба о ее моем попали мы на стройку в общем нам стройка немножко испортили испортили красоту но во всяком случае вы видите там впереди залив может быть чуть-чуть там синеет водичка горы ну нет стройка это мне тоже есть какая-то своя поэзия ну скажите красота особая особая красота особая такая индустриальная вот улица мусор со второго этажа вот такие вот макаром боже это не со стройки что для чтобы не носить мусор по этажам там чтобы я так же это где первый раз такой же честно никогда не встречался вот так цинично друзья с исключительным цинизмом можно сказать вот и вот там впереди все все еще так есть намек того что красиво и мы подъезжаем к улице герри бульвар сейчас мы повернем налево улице герри бульвар заселена большим количеством наших соотечественников вы видите их переходящими дорогу на данном случае одна женщина просматривается и герри бульвар в народе называется герри басовской вот в силу того что тут вот много наших когда-то было совсем прям вот очень много и тут и русские магазины всякие были и и есть и во всех магазинах которые есть там всегда были русскоговорящие работники даже в банках вот тут в каждом банке вот вот вы прям ситибанк видим тут наискосок да и там всегда были русскоязычные работники для нас с вами друзья да все старались вот иметь когда было особенно наплыв на эмиграции из бывшего ссср вот в начале девяностых до полцентр можно сказать русской жизни дом строит симпатично строить хорошего новый новый я вижу что он справа так ну когда нам проехать лечит не понял то есть они там уже встал это мы значит будем уезжать ну все значит мы уж можно это на красный вот вот пожалуйста православный храм друзья и на фоне этого сказать вдохновляющего зрелища мы с вами сегодня уже точно расстаемся во всяком случае в этом сюжете счастливо